Вот теперь мне должно быть и видно, и слышно. Здравствуйте все те, кто уже подключились к нашему вебинару. Хочу поздороваться отдельно с каждым. Вижу сердечки, которые летят мне из интерфейса нашей стриминговой платформы. О, их увеличивается количество. Здорово. У нас уже 38 человек. Меня зовут Денис. И сегодня я выступаю в роли модератора вебинара, на который вы сегодня попали. На тему, как запустить амбазадорскую программу для усиления HR-IT бренда. Об этом мы сегодня будем говорить на нашем бесплатном эфире. И будем сегодня разбираться о продвижении бренда с помощью инициативных сотрудников. Обсудим, как расширять узнаваемость компании и продукты, а также улучшить репутацию и позиционирование на рынке. Но ко всему этому мы еще придем к вам со временем. Сразу начну с технических моментов. Уважаемые наши со-чатцы, гости нашего вебинара. У меня есть подозрение, что у нас есть какая-то техническая сегодня оказия с чатом, который пока как-то не так не лечится. Если вы не можете написать в чат и не видите чат, пожалуйста, поставьте лайк или любой какой-нибудь символ. Да, вижу, что они сыпятся. Да, уважаемые друзья. Хорошо, спасибо большое. Давайте сделаем следующее. Я, к сожалению, только так могу с вами сегодня общаться. Если вы видите в чат, там что-то написано, и вы можете написать, поставьте огонечек, пожалуйста. Вот прям значок огонечка, но если вы видите чат, и у вас все работает. Ну, как я понимаю, да, огонечков нету, да, вижу только палец вниз. Видимо, эта проблема не только у меня. Так, пару огонечков прилетело, значит, у кого-то все-таки чат работает. Ну, я так понимаю, у большей части наших зрителей сегодня чат почему-то не работает. К сожалению, платформа сегодня что-то с ней случилось, что-то произошло. Поэтому мы, конечно, нашим техническим специалистам уже передали всю необходимую информацию, но непонятно, успеют ли они их починить это за время нашего вебинара. Оттягивать начало мы совершенно не хотим, а хотим начать вовремя. Поэтому я надеюсь, что хотя бы этими символами лайк, дизлайк и огонечек мы будем с вами общаться на протяжении следующих приблизительно полутора часов. Все, давайте, собственно, это и сделаем. Если меня видно и слышно и все в порядке, поставьте лайк, и в таком случае я просто узнаю, что все замечательно. А вот они и посыпались. Вижу один дизлайк, вижу даже два дизлайка. Возможно, у кого-то притормаживает. Такое иногда бывает. Если у вас есть какие-то серьезные притормаживания, вы можете попробовать обновить страничку или воспользоваться иным браузером, с которого вы смотрите данный вебинар. По моей практике лучше всего для данной платформы подходит браузер Chrome, хотя и в Safari проблем не было, ровно как и с Mozilla Firefox. Возможно, Яндекс или какая-то еще другая платформа, на которую вы нас смотрите. Поэтому попробуйте разные, и, может быть, в таком случае проблема решится. Спасибо, что вы реагируете, а я потихонечку буду начинать, потому что оттягивать мы надолго запуск не будем. Ну, я думаю, что меня слышно и видно. Коль вы отвечаете на мои вопросы, еще раз представлюсь. Меня зовут Денис. Сегодня я буду отвечать за старт нашего вебинара, вводную часть. В середине нашего вебинара я выйду с важной рекламной информацией, но, как всегда, она будет максимально полезная, насыщенная и емкая, в которой я расскажу вам немного о возможностях, которые есть у вас и не только вместе с компанией Otus, в рамках которой сегодня и проводится данный вебинар. Ну, и появлюсь еще в конце с подарками и бонусами, потому что каждый наш вебинар всегда сопровождается этими двумя позициями. По поводу презентации немножко поясню. Если вдруг вы смотрите на какого-то устройства типа мобильного телефона, смартфона или чего-то еще, и вам плохо видно презентацию, вы можете на нее дважды кликнуть или нажать кнопочку в виде квадратных скобок. Таким образом презентация развернется на полный экран. Это в случае, если какой-то из слайдов вам надо поподробнее рассмотреть. Ну, если вдруг такая потребность будет, то пожалуйста. Нетворкинг мы, конечно, с вами сейчас пропускаем, так как чат, к сожалению, не работает. Ну, я его точно еще пока что не вижу. Я пока в данном случае расскажу немножечко про компанию Otus для тех, кто с нами не знаком или знаком весьма шапочно-поверхностно. Расскажу немножечко поподробнее. Ну, во-первых, конечно, понятно, что Otus в первую очередь связан с IT и обучением в IT. У нас есть такая одна из наших больших фишек, то что наши продвинутые программы в основном реализуются для специалистов уже с опытом, а также мы совершаем быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологиям. А таких технологий действительно огромное количество и постоянно это количество растет. Наши клиенты – это самые технологичные компании, а мы настроены на обучение самых разных специалистов. От джуниора до медла мы рады абсолютно всем. Если коротко пробежаться по цифрам, то на данный момент мы уже имеем более 130 курсов, на которых преподает более 600 преподавателей, которые не только профессионалы в своем деле, но и самое главное, умеют передать свои знания и профессионализм ученикам. Это немаловажно. А учеников у нас на данный момент уже 17 тысяч, даже больше. Ну, точное количество все время меняется, поэтому приблизительно около 17 тысяч выпускников уже сказали нам спасибо. А те, кто нашими выпускниками не являются, и в том числе наши выпускники, состоят в наших IT-сообществах, которых уже даже больше, чем 300 тысяч человек. По моим последним данным, там уже почти полмиллиона человек. И мы вас обязательно ближе к концу вебинара в этих сообществах пригласим. Я покажу вам, как в них зайти, и там ничего сложного, все бесплатно. Для того, чтобы вы продолжали общаться и с нами, и с нашими выпускниками, а также просто с людьми, которые к IT неравнодушны и хотели бы развиваться постоянно путем обмена опытом. Немножечко про наш стек технологий. Выглядит он как два основных направления. Это разработка, в которой, понятно, лидирующие позиции до сих пор отдаются Python и Java, чуть меньшие позиции отдаются JavaScript и Spring, а также Android, PHP и C++ на чуть меньших позициях. Хотя Android, JavaScript и Spring разделяются в нашем стеке приблизительно поровну. И вторая часть — это эксплуатация, где, понятно, большая часть приходится на DevOps, чуть меньшая на QA, еще меньшая на Linux, а дальше сетевой инженер, СУП и MSSQL разделяют между собой последние 10% точки стека технологий. Наши основные преимущества, если вкратце, то это обязательный вступительный тест, то есть мы не берем новичков, у которых недостаточный уровень знаний в тех или иных случаях при зачислении в группу. У нас достаточно сложная программа, она углубленная, но зато есть сильная мотивация и стремление развиваться, потому что наши студенты понимают, для чего это необходимо. У нас, конечно же, акцент на практику, а то, что вы получите в качестве ваших домашек, когда вы их выполните, останется с вами до конца, а также может быть использовано в качестве вашего портфолио. Формат резюме мы подгоняем по найти отрасль для того, чтобы помочь вам в дальнейшем найти работу, а также мы помогаем с поиском пассивных кандидатов. То есть мы фактически не завлекаем какими-то гарантиями трудоустройства, а к нам идут именно ради знаний специалисты, именно те, чьих резюме, собственно, нет на каких-то рабочих сайтах, например, там headhunter.ru. Там их просто не найти, но им тоже интересно развиваться и занять свою непосредственно нишу. Мы переходим к делу, и сегодня наш спикер, который раскроет основную тему, это Анастасия Быкова, которую я потихоньку приглашаю в наш депутатный эфир. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Коллеги рады всех слышать. И единственное, попрошу, Денис, звук тогда выключить, я перехватываю микрофон. Вот, супер. Так, сделаю. Так, я себя все равно слышу, но ладно, это не будет мешать. В общем, пока что мы без театра, я буду общаться в своем режиме, да, и надеюсь, мы с вами сегодня все-таки сможем обсудить все вопросы. Я перехватываю трансляцию и показываю вам свой экран. Собственно, мы перешли к контентной части, да, и прежде всего я, наверное, хотела бы вам представиться, почему я вообще вам про это рассказываю. Собственно, я человек, который работал три года в компании Seabour Digital, и там мы как раз с командой запускали амбассадорскую программу абсолютно с нуля. Да, то есть у нас не было внутреннего Дверела, у нас не было компетенции, ну, у нас было мало компетенций, честно скажу, но мы смогли преодолеть путь и прямо буквально за год выстроить крутую программу. Теперь я на курсах про нее подробно рассказываю, собственно. И мой опыт в IT уже составляет больше шести лет. Я и с продуктовыми командами работала, и в целом я потом перешла уже в Дверелы и стала преподавателем в отрасли. И, собственно, у нас сегодня будет по контенту очень насыщенно, но емко, потому что хочется вас спустить чем-то готовым, законченным, что вы можете уже брать и использовать. И, собственно, у нас сегодня три цели. Во-первых, это понять вообще план создания, то есть с чего начать, если у вас сейчас нет какой-то амбассадорской программы в компании. Второе, это понять, как вообще вовлекать людей в деятельность по развитию HR-бренда, потому что мы знаем, что когда ты приходишь к айтишникам, они говорят, мы заняты, нам неинтересно, делать не будем и так далее, и так далее. В общем, сегодня как раз я попробую рассказать коротко, да, как делается вивлечение хотя бы на первых порах. Ну и в целом я расскажу, почему важно создавать именно сообщество амбассадоров, и, собственно, это наш план. А пока что я хочу проверить, что все хорошо слышно, да, поставьте, пожалуйста, какую-то реакцию, что все нормально со звуком. О, спасибо большое за активность. Окей. Собственно, Анастасия, если что, у нас включился чат. На навигаторе гибкие, и сразу скажу, что обычно на уроках мы занимаемся в Zoom, поэтому со студентами мы ведем прямой диалог прямо там. Ну, у нас сегодня, к сожалению, монолог будет, но я думаю, вам будет интересно все равно. Анастасия, у нас чат заработал. Заработал, супер. Спасибо коллегам, тогда вопросы буду ждать 5, и если что-то будет подробнее рассказать нужно, то тоже пишите. Я чат постараюсь прям оперативно отслеживать. Если что, если не успею, то в конце на вопросы отвечу. Вот, ну, собственно, да, погнали тогда. Как запустить эту амбассадорскую программу, да? И вообще для начала я расскажу, что в IT используется несколько основных там внутренних программ, которыми вообще работодатели связывают IT-шнику, да, любовью какой-то. То есть это программа амбассадоров, которая привлекает людей во продвижение бренда. Это реферальная программа, которая за, ну, то есть за то, что ты приводишь друга, дает тебе какие-то бонусы. Это программа recognition или признание. И еще несколько программ, которые мы подробно разбираем на курсе. Но я вам сегодня расскажу про амбассадорскую, и она на самом деле моя любимая, потому что она дает больше всего выхлопа для HR-бренда при этом, и при этом делает сотрудников счастливыми. Мне кажется, это очень важно, поэтому поделюсь сегодня, как мы это делали в Сибуре. А перед тем, как начать, вообще, да, хотелось бы сверить, потому что мы по одному, да, понимаем понятие амбассадора. То есть кто такой амбассадор? Это человек, это представитель компании, который своим личным брендом, по сути, показывает, что вообще это за компания. Потому что вы, например, можете не знать, да, там, как работать в компании Яндекс и так далее, но вы увидите человека, да, и плюс-минус читаете его портрет, и он для вас будет представителем. То есть люди, которые, да, выступают публично, которые являются экспертами в своей теме, в своих профессиональных сообществах, они как раз являются нашими амбассадорами. И, как правило, в компаниях во многих амбассадоры есть, и есть очень много, на самом деле, выступающих айтишников, тех, кто пишет какие-то статьи, ведут блоги, но часто эта деятельность бывает не систематизирована. То есть компания отдельная, люди делают что-то отдельно, да, и никакого взаимодействия нет. А амбассадорская программа как раз говорит о том, что как раз таких амбассадоров можно привлекать системно в деятельность. И, собственно, с помощью людей, да, во их благо, во благо их личного бренда, мы можем в том числе повышать узнаваемость свою на рынке и повышать привлекательность как для внутренних сотрудников, так и для внешних, да, соискателей, которые могли бы прийти к нам работать. И важно понять, что амбассадор – это не просто там человек, который там публично ходит и по улицам, да, с флэером там кричит, что он сотрудник компании, а он именно эксперт, он именно тот, кем вы гордитесь, да, кто может вообще занимать такую почетную должность представителя. Вот, если будут вопросы, я напоминаю, что есть чат, да, я буду читать, и пока что мы вот поняли, кто такой амбассадор. Ну, а программа – это то, что как раз систематизирует, то есть прямо это стратегическое полноценное направление на уровне компании, которое говорит нам, как вообще сотрудников, да, включать в одно целое и обогащать тем самым свой HR-IT бренд. Вот, про это сказала, и это то, с чего мы начнем. И я сегодня сделала несколько допущений. То есть я вам буду рассказывать про амбассадорскую программу за стороны Деврела. То есть кто вообще такой Деврел, да? Это человек вообще, который стоит на стыке компетенций, он владеет этой компетенциями, там, бренд-менеджмента, там, чуть-чуть психология, маркетинга, там, немножко IT, немножко того-того. И, в общем, этот человек довольно востребованный сейчас в IT-компаниях. То есть многие сейчас компании нанимают Деврелов, да, даже те компании, которые исторически не занимались какими-то такими, ну, сугубо IT-шными вещами, как крупные, да, наши IT-гиганты, они тоже понимают важность этого направления и Деврелов нанимают. И как раз я расскажу про то, как я внутри компании выросла как Деврела, как мне как раз помогло в этом образовании менторская поддержка. Ну, собственно, да, амбассадорская программа с точки зрения Деврела – это основа его работы. То есть что делает Деврел? Если он продвигает бренд вовне, да, то он, скорее всего, там, готовит какой-то контент, отправляет спикеров на конференции и так далее. И сам он без сотрудников ничего такого не сделает. То есть его амбассадоры – это его, по сути, вторые руки, да, и его помощники. И как раз под этим ключом я сегодня буду рассказывать. И перед началом своего рассказа про амбассадорскую программу хотела вас немножко напугать этой прекрасной воронкой. Возможно, вы ее где-то в курсах, там, по маркетингу, да, видели, и выглядит она следующим образом. То есть у нас существует очень много людей, да, которые вообще ни разу в жизни там не слышали про нашу компанию. То есть сколько человек в мире, да, слышало про компанию Яндекс? Ну, не все, да, явно не все. Но уже, например, в России, да, средств людей, которые в целом там слышали слово, да, в целом этих людей довольно много. Но посмотрите на воронку, да, с каждым новым этапом количество людей на каждом этапе снижается. И обратите внимание, что вот у нас есть те люди, которые знают про нашу компанию, например, про моего бывшего работодателя Сибур Диджитал, да, но они, например, не могут не интересоваться. То есть они слышали, да, что есть там Сибур, ну, и знают, не знают, что там вообще Сибур делает, да, там, наверное, там что-нибудь, не знаю, нефти добывает, да, условно. Но это не про это. Нас интересует как раз возможность провести человека по этапам воронки. То есть следующий этап – это вот этот интерес, да, когда у человека появляется интерес там к компании, к продуктам, и он уже проявляет какую-то лояльность. Ну и дальше обратите внимание по воронке, да, все больше и больше интереса. То есть тут на следующем этапе сотрудник может начать, потенциальный сотрудник может начать рассматривать компанию как будущего работодателя своего, да, где будут там какие-то интересные задачи или проекты, вызовы, да. А дальше, когда он уже среди всех там компаний подумал, он может принять решение поговорить именно с вашим рекрутером или не поговорить, да, и опять же, и отвалиться на каких-то ранних этапах воронки. Но в идеале мы ведем человека дальше. И дальше человек начинает уже выбирать между офферами именно наш, начинает к нам устраиваться, да, и однажды, к сожалению, увольняется. И вот как раз сегодня хотела сделать акцент на том, какой вообще мы сегодня будем рассматривать амбассадорскую программу, потому что они есть разные. Вот напишите, пожалуйста, в чат, кто вообще может быть амбассадором компании. Это будущий сотрудник, это текущий сотрудник, это уволившийся сотрудник. А я сейчас зачитаю ответы, когда вы напишите. Так, пока что нет ответов, насколько я вижу. У нас может быть задержка, поэтому ученик подождем. И я пока расскажу, да, что у нас, как правило, самые активные люди, самые такие яркие амбассадорские программы, они как раз связаны с теми людьми, которые уже в компании работают. Но при этом многие крупные компании следят за тем, чтобы у них был какой-то клуб выпускников, то есть сообщество людей, которые уже покинули компанию, но все равно являются амбассадорами. Например, я уже три года не работаю в Киве, в компании, да, в финтехе, но я активно ее рекламирую как крутого работодателя с невероятно интересной корпоративной жизнью. Вот, к примеру, такое возможно, но в контексте именно нашего рассказа хотела сказать, что у нас время ограничено, да, поэтому хочется дать максимум пользы, и я расскажу именно про то, что делать с текущими сотрудниками, с теми, кто уже работает. И как же создать амбассадорскую программу? Здесь есть несколько крупных шагов, но, как известно, дьявол в мелочах. И у нас, знаете, у нас на курсе целая команда преподавателей, и каждый из них может рассказать про свой опыт боли, про свой опыт ошибок, да, каких-то в компании, которые совершались при создании похожих программ. И как раз в этом, я думаю, ценность, и я вот расскажу про свой опыт, надеюсь, вам будет полезно. То есть в Сибурдитритал, да, я работала с командами, с продуктовыми, но я помимо того, что занималась именно своей непосредственной работой, была скроммастером, я была деврелом для направления дата-офис. То есть я помогала делать мероприятия, там, например, там, цикл вебинаров, да, среди сотрудников и прочей активности, и благодаря этому меня позвали в лидеры амбассадорской программы, которой она только началась. То есть мы наняли подрядчика, который помогал нам экспертизы, и начинали что-то делать. Там я не буду рассказывать, что происходило подробно, но расскажу про уроки, которые мы вынесли, про главные шаги, которые мы прошли и рекомендую проходить и вам. И спойлер, что здесь будут не только шаги, там, которые в моей компании проходили, но и шаги с рынка, то есть я постаралась информацию собрать все-таки агрегированную, то есть то, как обычно амбассадорскую программу запускают. И вы уже на слайде, собственно, увидели спойлер, да, что важнее всего в запуске амбассадорской программы является, ну, это этап цели полагания, то есть то, как мы поставим цель, какие мы определим критерии, да, по которым мы поймем, что цель достигнута, будет определять ее успешность. И как раз на этом шаге, пожалуйста, презентация, да, вот, собственно, здесь на этом этапе важно провести исследование, то есть вообще собрать запросы стейкфолдеров, то есть мы же не просто хотим Деврел, да, потому что сейчас там наш конкурент вот нанял, да, Деврел там развивает какое-то направление, там амбассадоры появились, нам не поэтому нужно. Мы как бизнес хотим зарабатывать деньги, и мы хотим, чтобы у нас от деятельности нового стратегического направления была отдача, поэтому мы решаем конкретные бизнес-проблемы, как в Деврел, то есть это проблемы с наймом, проблемы с удержанием, да, и прочие, проблемы, связанные там со взаимодействием с айтишниками в компании. Вот, и здесь мы как раз в первую очередь должны собрать запросы стейкфолдеров, то есть что вообще болит, то есть здесь можно спросить и топ-менеджмент, и рекрутинг, да, и чар, нанимающих менеджеров, в общем, всех людей, которые с вопросами найма и удержания соприкасаются очень тесно. И здесь как раз, как правило, это делает Деврел, он проводит глубинные исследования. И, собственно, дальше, когда мы поняли, что действительно боли есть, действительно решать их надо, и амбассадорская программа нам может помочь, вот на этом этапе мы можем сделать очень простой шаг, то есть посмотреть, кто у нас в компании уже выступает как амбассадор, то есть кто-то может быть спикер известный, кто-то может быть там, да, не знаю, преподает в отусе, да, например, как пример просто. В общем, кто презентует компанию через призму своих знаний на внешнем рынке. Вот, это тоже очень важная часть, и ею не стоит пренебрегать. Ну, и провести анализ рынка, потому что если вы начнете изобретать велосипед, то у вас могут потеряться месяцы на то, чтобы догнать тех конкурентов, которые, может быть, просто использовали методологию. Поэтому важно понимать все-таки, что на рынке люди делают, что получается, а что нет. Хотя у вашей компании, безусловно, будет свой уникальный маршрут. Дальше вообще, как мы будем понимать, да, как я сказала, этап целеполагания, определение целей. Как мы будем понимать вообще, какие у нас цели? Здесь как раз формируется доверял стратегия, то есть амбассадорская программа, это может быть даже не цель, а инструмент. То есть мы хотим там, мы можем хотеть, чтобы узнаваемость, да, по той воронке у нас увеличилась. Мы можем хотеть, чтобы у нас там средний срок жизни сотрудников в компании увеличился. Это уже другой этап воронки. И как раз здесь я вам воронку показала не просто так. На каждом шаге есть конкретные метрики, конкретные шаги, конкретные действия, которые должна компания предпринимать, чтобы достигать успеха именно по ведению там кандидата, да, по какой-то условной там воронке. И здесь как раз у нас говорила, стратегия становится таким артефактом, который нам дает вообще понимание, что делать. Ну, и запросы стайхолдеров тоже могут быть целями. То есть, например, нам менеджер говорит, я, говорит, хочу там не по полгода там фронтендер нанимать, да, а я хочу вот прийти там условно на метап, да, как он нам обычно говорит, что ты якобы с метапа можешь нанять. И, говорит, там нанять сразу там трейд, да, а не полгода ждать. То есть это тоже вполне себе метрика, да, которую мы переформулируем, как там сокращение срока найма, да, и так далее. Это просто пример. Ну, вам для вдохновения, я думаю, потом будет рассылка презентации, вы сможете посмотреть. Вам для вдохновения есть карта, которую собирали дебрелы со всего света, да, точнее, с российского, да, с российской части света. И здесь есть метрики, которые вообще могут быть вам полезны. То есть там есть долгосрочные, краткосрочные метрики. Там есть метрики в разрезе, поэтому вот этой ссылкой я, наверное, даже в чате поделюсь. Я ее открою себе дополнительно и пришлю в чат. Вы сможете почитать и посмотреть, какие вообще метрики себе ставят в этом направлении. Ну, и, собственно, здесь мы понимаем, да, как обычно строится планирование. Здесь у нас есть краткосрочное, там, долгосрочное, среднесрочное планирование. Но прежде чем запускать полноценно, раскатывать, да, программу на всю компанию, стоит все-таки обкатать начало амбассадорской программы на каком-то пуля амбассадоров. Расскажу сейчас как. Второй шаг, второй наш очень важный шаг, это определение целевой аудитории нашей, да, и ее вообще мотивации. То есть, условно, люди сидят, там, код пишут, как-то работают, да, а вы приходите и говорите, эй-эй-эй-эй, там, давайте начнем резко быть на всех конференциях, нам очень нужно, там, чтобы вы выступали. И на вас человек посмотрит и скажет, блин, а мне не есть чем выступать, а мне некогда выступать, да, и так далее. И здесь как раз нужно понимать мотивацию людей, то есть через какую мотивацию заходить, чтобы именно этому конкретному человеку было интересно. И здесь как раз Зеверел, как правило, тоже хорошо ориентируется, потому что значительную часть его работы составляет работа с возражениями как раз тех самых амбассадоров. И говоря про целевую аудиторию, я говорю про людей, которые как раз помощниками Зеверела и будут. На первом этапе, вот обратите внимание на шкалы, да, у нас есть сотрудники инициативные, да, которые постоянно предлагают идеи, креативят, там, хотят делать мероприятия или что-то такое, они инициативные. Есть неинициативные сотрудники, это тоже нормально, да, и есть сотрудники, вы, наверное, сталкивались с таким, да, в своей работе, лояльные и нелояльные, то есть есть сотрудники, которые гордятся тем, что они работают в компании, есть и те, которые прям регулярно, блин, да, у нас это у нас все не так, печенек нет, да, там, сорт кофе не тот и так далее, то есть, ну, какие-то, да, по каким-то мелочам вы можете считать отношения к компании. И вот на самом первом этапе, когда вы только пилотируете амбасадорскую программу, вам стоит брать людей, которые уже как-то проявлялись как инициативные люди, да, что-то делали, и они лояльны к компании, то есть они все-таки как-то расположены, да, говорить про компанию позитивно. И как раз с этими людьми можно начинать работу. Их тоже есть довольно, ну, я не знаю в процентах, да, сколько у нас инициативных, лояльных, но, наверное, 1% в компании там, я думаю, можно найти даже в первое время минимум, да, и как раз с этим уже начать работать. И здесь, я надеюсь, что вам хорошо видно этот слайд, здесь как раз мы с коллегами в Sebor Digital, с командой выделяли несколько мотиваций, и как раз через них можно заходить, находить подход к каждому человеку, с которым вы хотите повзаимодействовать как с амбасадором. И, скорее всего, вы сейчас читаете, а не слушаете меня, поэтому я коротко прокомментирую. То есть обратите внимание, здесь есть разные блоги, да, кто-то из людей заинтересован в саморазвитии, да, он хочет прокачивать новые компетенции, например, там, да, публичное выступление, да, у него никогда, у него опыта такого не было, и он бы хотел получить. И вы к такому человеку заходите и говорите, слушай, а давай мы поможем тебе там научиться выступать, это в резюме запишешь, да, будет здорово, у тебя будет целая компетенция. Вот, есть люди, которым важно очень окружение, и к ним мы заходим с тем, что вот смотри, у нас в компании много таких, как ты, то есть не только, там, не знаю, как у тебя может быть в команде, да, люди, которые просто сидят и работают своими днями рутинно, а есть люди, которые тоже любят творить, там, и так далее, и так далее. И как раз вы помогаете человеку прийти в амбассадор через мотивацию окружения, и это очень важно. И кто-то уже, например, в компании дорос до какого-то условного, да, потолка, и ему становится немножко скучно. Таких людей мы можем выдернуть из рутины и с тем, чтобы они поделились своим опытом с более молодыми коллегами, да, в плане опыта. И здесь как раз у человека тоже может сыграть такая мотивация, и есть как раз даже отдельная менторская программа, как можно таких амбассадоров привлекать. И это получается двойная польза, и для тех, кому этот человек знания передает, и для тех, кто, естественно, там, знания получает. Собственно, да, и здесь вы, я думаю, получите презентацию, сможете ознакомиться, и обратите внимание, зачем вам это нужно, как дебрелу, да, например, или как человеку, кто хочет вовлекать людей. Вы можете через мотивацию, через звоночки какого-то конкретного человека находить прямой подход и аргументировать его, вовлекать нашу амбассадорскую программу. И есть в компаниях очень важная такая программа мотивации. То есть, ну, допустим, там, написал я для вашего хабра, там, для блога статью, да, ну, и что мне с этого? Здесь как раз компания использует такие очень распространенные инструменты. Может быть, у вас в компании тоже такое принято, вот. Чаще всего компания дарит свой мерч, потому что мало того, что мы человека награждаем, да, каким-то, какой-то интересной сувенирной продукцией, человек сейчас может ее надеть на какой-то метап, например, если это одежда, да, там, значок приколоть или что-то такое, и тем самым он сделает дополнительную рекламу. И плюс он таким образом, если ему хочется действительно мерч, он получает вот, это как взаимная любовь, да, когда человек очень любит компанию, компания ему дарит мерч, там, это возникает вообще очень большая гордость и любовь, собственно, это распространенность, нет, думаю, вы такое встречали. Есть такой инструмент общественного признания, да, это публичная похвала, то есть в каких-то корпоративных ресурсах, возможно, в корпоративной сети, в дайджестах и так далее вы делаете просто подборку людей, которые больше всего пользу, например, принесли как амбассадоры, да, то есть там рассказать про всех, там, кто где выступил, кто что сделал, кто там программу у Бадзи сделал, кто еще что-то сделал внеурочное, да, вне работы и так далее. Можно делать все награждение на мероприятиях, это тоже классика. А еще для людей, которые связаны с сети, очень интересными способами мотивации является возможность посещения конференции и еще командировки в какие-то города, присутствие компании, либо командировки в города, где проходит мероприятие, да, где вводится ваша целевая аудитория, кого вы хотели бы там потенциально нанять или что-то еще как-то на них там прославиться, да, с какими-то своими ценами. И здесь как раз есть такая особенность, что, как правило, если человек амбассадор и начинает выступать, писать статьи, то вы начинаете сильно экономить деньги на том, чтобы покупать билеты, потому что условно, если на какие-то, не знаю, Product Sense, Agile Days, Highload и так далее билеты стоят десятки тысяч рублей от 50 тысяч, вы обратите внимание, что человек, который спикером является, он проходит бесплатно, и мало того, он сам проходит бесплатно, он может одного человека взять с собой, то есть вы на том, что человеку поможете стать спикером, можете еще и существенные деньги для компании экономить. И плюс, если вы занимаетесь дебрел-направлением системно, да, не только там спикеры, одно другое, а если, например, мероприятие делаете, да, вы можете сделать тематическое мероприятие, где человек, который как раз на конференцию сходил, он расскажет всем о том, что он интересного увидел и что коллегам стоило бы посмотреть. Так что здесь как раз у вас рост компетенции сотрудников, это является приятной побочкой к вот этой программе мотивации. И хотела немножко поделиться своей любовью к книжке, которая агрегировала очень много исследований информации о мотивации человека, то есть ее интересно прочитать руководителям, людям вообще, которые хотят разобраться в мотивации, да, то есть почему я что-то хочу делать, почему не хочу и так далее. В общем, книга очень полезная, хотя и по-американски бывает местами немножко водяная, но в ней ключевое, несколько ключевых моментов были, которые мне в работе дебрелом помогали. То есть первое, у нас человек является замотивированным, когда в нем, когда у него есть три вещи. Это мастерство, это автономность и взаимосвязь с другими людьми. То есть вспомните себя, вот как вы работаете обычно, когда вы прям заряжены, мотивированы. Скорее всего, вы чувствуете себя прям профи, да, что я там все могу, все умею, там, либо могу разобраться. Скорее всего, у вас есть некая свобода в принятии решений, то есть не вам там, как по-микроменеджментовски сказали, что вот, сделай там один, два, три, а вам дают проблему, и вы ее решаете уже как специалист. Это тоже мотивирует, да, такое доверие. Ну и третье, взаимосвязь с другими людьми. Это когда вы работаете в группе. И обратите внимание, эта формула мотивации, это как раз просто составляет просто суть, наверное, амбассадорства. То есть амбассадорство для людей – это некая побочная, внепроектная деятельность, которой они, как правило, посвящают свое личное время. И там они при этом, вот я видела амбассадоров, которые становились более заряжены в работе, вот для того, что у них, например, в основных обязанностях может не добираться вот этой мотивации, да, может быть, где-то там установленности не хватает, да, приходится делать какие-то задачи не, ну, директивно, да. Где-то, может быть, ты пишешь код в одиночестве, и тебе там не с кем обсудить, да. А вот именно в амбассадорстве люди добирают мотивации, и на самом деле это очень здорово увлечает на показатели вовлеченности ваших сотрудников. И еще, вот первый момент про формула мотивации я рассказала, второй момент из этой книги, что вот помните, я говорила про программы мотивации, да, они, безусловно, нужны и важны. Но если человек знает, что, например, выступление на хайлоуне стоит худи, да, мне за это худи дадут, а выступление на митапе мне там дадут, не знаю, менее крутое худи, да, человек уже ожидает награду, и когда он ее получает, то он воспринимает ее как нечто, ну, обыденное, да, ничего необычного. Но есть такой прикол, что если помимо, например, там, толстовки, да, которую он ожидает, вы даете еще что-то маленькое, чего он не ожидает, для человека это просто вау, это вау-эффект реально, и появляется, наверное, гораздо больше мотивации за счет такого дополнительного признания. То есть первая фишка – это формула мотивации, которую можно себе взять, а вторая фишка – это то, что можно добавлять какое-то маленькое, приятное, неожиданное вознаграждение для амбасаторов. Но это я немножко отвлеклась, да, извините, я думаю, все-таки будет полезно. Вот, и, собственно, да, мы посмотрели на первые шаги, это вообще понять, какие у нас цели, понять проблематику и так далее, собрать запросы, и дальше, ну, это в первую очередь. А во вторую часть, во второй части вам нужны первопроходцы, те, кто с вами пойдет в путь создания амбассаторской программы, потому что один там деврел, один сотрудник, там даже команда с этим не справится без вовлечения рядовых сотрудников. И здесь как раз мы подходим к такой важной теме, как создание сообществ. На самом деле, такой спойлер, что вот под каждый пункт можно провести там 2-3 урока, чтобы подробно рассказать, ну, я сейчас покажу какие-то основные схемки, которые помогут вообще сориентироваться, да. Вы, наверное, знаете, если вы работаете в IT-компании, либо я сейчас вот расскажу, что в IT-компаниях часто существуют некие профессиональные сообщества. То есть это могут быть сообщества по профессиональным интересам, да, например, там, сообщество искусственного интеллекта, да, что-то такое, общее, широкое, где там есть и маркетолог, и разработчик, и прочие, да, специальности, люди специальностей разных, вот, а может быть, это какие-то узкие технические, там, да, например, Сибур, у нас был Сибур по этой комьюнити, это просто как пример, да, есть какие-то фронтовые, да, сходки и так далее, то есть очень много IT-шных сообществ. И как раз по аналогии с ними можно создавать сообщество амбассадоров. То есть представьте себе, вот у вас есть там 10 амбассадоров, а вот у вас есть сообщество амбассадоров. То есть я попрошу вас подумать, да, в чем для вас вот основная разница, прям там 10 секунд и отвечу. Вот в чем разница группы людей, 10 амбассадоров, и сообщества из 10 амбассадоров. Вот прям 10 секунд. Если есть желание, можно в чате поделиться, либо, да, просто про себя замерить какую-то идею, принести. В общем, в чем отличие группы от сообщества. Так, в чате пока не вижу. А, вот, я увидела чат, спасибо, да, басфактор, да. Так, возможно, пока не зашли еще ответы, но я проспойлерю. Вот, да, у сообщества есть ядро, абсолютно правильно Александр говорит, как раз прям спойлерите, да, мой следующий слайд. Вот, ну, в общем, да, сообщество отличается от группы людей, как и команда отличается от рабочей группы. Это наличие общей цели, наличие каких-то артефактов, там, своих правил, да. В сообществе, как правило, есть ядро, и есть еще несколько отличительных черт. И если вы не сталкивались еще с темой сообщества, но хотите в этом разобраться, вот, да, Диля тоже писала, что цель общая, действительно так, вот, это ключевые вещи, да, ядро, цель, это все отличает. И как раз если вы хотите в тему сообщества погрузиться подробнее, можете посмотреть на интересный инструмент. То есть многие из вас, если вы, там, продукты, да, или сталкивались с созданием продуктов, слышали про Lean Canvas, а есть еще прикольная вещь, Community Canvas. То есть вот эту ссылку я тоже вам перешлю в чат. Я себе открываю, чтобы потом, да, переслать, чтобы пока не перерывать демонстрацию, в общем. Community Canvas, что там? Там есть несколько разделов, заполняя которые, вы фиксируете вообще про то, каким ваше сообщество должно получиться. То есть там должна быть цель сообщества, участники сообщества, порядок приема людей в сообщество, порядок выхода людей в сообщество и так далее. То есть там люди собрали прямо в один артефакт то, что нужно понять про сообщество. И это очень полезная вещь. Я вам ссылку обязательно пришлю. И здесь как раз вот правильно сказал Александр, да, смотрите на структуру амсадорфской, вообще программы, да, амсадорфского сообщества. То есть на первом шаге, да, вы выявляете неких лидеров, то есть людей, которые уже сами готовы вести за собой, им не нужно там указывать, им просто нужно помочь, да, какие-то идеи реализовать, например, дать поддержку от компании, да, или что-то такое. В общем, это у вас ядро сообщества, это лидера. То есть инициативные люди, которые будут, да, составлять основную часть деятельности, наверное. Но, как правило, может быть даже такой, что лидер у сообщества может быть один. Это тоже нормальная история, но обязательно при нем должны быть драйверы. И это люди, которые, может быть, готовы там, например, они очень активны. Может быть, они не готовы сами там что-то предлагать, лидировать, за что-то брать ответственность, но они активно помогут лидеру или лидерам, да, тащить какие-то инициативы. То есть они везде там где-то подменят, где-то подскажут, где-то идеи дадут или обратную связь. И, в общем, драйвер – это тоже очень важные участники. Но не менее важные участники – это просто наблюдатели. Это те, кто, возможно, там будет ходить на все метапы ваши, да, вашего сообщества, ну, ни разу там слова даже нельзя, это тоже нормально, это абсолютно классическая ситуация. И здесь как раз скажу, что со мной поделилась когда-то ментор. Мой ментор Арина, она из Перо, она занимается сообщением в Пере, там, в частности, там, Java и так далее, комьюнити. Она сказала, что здесь действует принцип 99.1, про который вы могли слышать там в маркетинге или где-то еще, да. В общем, баланс у нас соблюдается, когда есть некое соотношение людей. То есть не когда у нас там все лидеры, да, прям все вообще, а когда у нас есть и лидеры, и драйверы, и наблюдатели, причем в определенной последовательности, точнее, даже в составе. Вот, потому что без наблюдателей, естественно, ну, все бессмысленно. Если там лидеры сами для себя будут делать, то зачем это все? И как раз через эту призму можно рефлексировать над своим сообществом. То есть первое, что я показала, да, примеры, и первое, да, это комьюнити канвас, второе, это структура, структура вашего сообщества. И в контексте амбассадорской программы вам важно собрать амбассадоров вместе. То есть сделать так, чтобы они сами поняли, для чего им участие, да, как команде, для чего им та или иная деятельность, и чтобы они начали сплачиваться. То есть, естественно, после первой какой-то встречи они не станут там друзьями навек, но постепенно, делая общие инициативы, скорее всего, они подружатся и будут уже вместе тащить. И здесь важный момент, что если всю эту движуху будет тащить один человек, да, например, которого от компании назначили, что ты теперь там отвечаешь за сообщество амбассадоров, скорее всего, все потухнет, потому что один человек тащить не в силах, то есть должен быть запрос со стороны самих людей, которые в сообществе. То есть почему, вот я, например, да, я уже пять лет, там, не знаю, там, известный спикер, почему я должна сейчас идти в какое-то сообщество, быть каким-то амбассадором, да, если у меня и так все прекрасно, я и так выступаю. Но здесь как раз мы можем так человека потерять, потому что так бы он мог быть с нами, там, делиться опытом, где-то мы ему можем помогать и усиливать друг друга тем самым. А если он отвалится, это будет, конечно, другое. Поэтому важно именно строить сообщество, и это отдельные технологии, наверное, про это сегодня рассказать подробно не смогу. Но вам помогут для начала материалы, там, комьюнити-кам у нас посмотреть или открытые материалы по комьюнити, которые найдете в интернете. Вот, и четвертый шаг, вообще, да, предпоследний, можно так сказать. Вообще определить, а что такое для вас амбассадор, да, точнее, кто такой. И сейчас покажу, например, как мы в Собордируту описали эту проблематику. В общем, простите, какая-то анимация поехавшая, но вы тут поняли, да. Амбассадорить можно внутри компании. То есть человек не ходит на конференции, но при этом он является амбассадором. И кем он может быть? Вот обратите внимание, что он может быть спикером, автором каких-то постов в корпоративных сетях, каких-то дайджестов, может быть, или чего-то такого, да. Либо у нас был такой кейс, у нас один человек залидировал подкаст сам, а одна девушка залидировала YouTube. То есть люди абсолютно на своей инициативе просто занялись какими-то такими внутренними вещами, которые потом во внешку вылились. Еще у человека может быть интерес к организации мероприятий. Ну, нравится ему это, да. Человек может активно проявляться в роли бадди, наставника, ментора, да, если у него сильно вот эта социальная составляющая включена, когда ему хочется помогать, делиться. И это тоже вполне себе формат амбассадорства. Ну, и человек может быть просто волонтером, да. Да, условно, когда у вас возникает нужда в дополнительных руках, вы просто кидаете клич, и к вам приходят тоже такие же амбассадоры. То есть они могут быть даже не такими экспертами, как ваши там спикеры, например, да, но при этом они лояльны и инициативны, и они готовы вам помочь. Это тоже амбассадор. И также у нас, конечно, если мы говорим про узнаваемость бренда вовне, то здесь играет роль вообще все внешнее. И здесь как раз у нас тоже есть для амбассадоров разные роли. Спикеры могут быть, также организаторы, стендисты на конференциях. Вы наверняка их видели, да, если бывали на каких-то мероприятиях таких. Ну, и еще люди могут быть, это вообще, наверное, high-level, могут быть членами программных комитетов конференции. То есть у каждой конференции профессиональной есть там состав жюри, и как раз ваши сотрудники могут входить в жюри. И благодаря этому вы, во-первых, бренд свою качаете, да, что у нас человек в ПК, да, в программном комитете. А еще он может помогать вашим спикерам пробиваться в состав участников конференции, потому что это бывает тяжело. И вообще для чего нужен этот шаг, да, то есть смотрите, я здесь написала определить форматы, написать инструкции, организовать обучение. Вот казалось бы, да, во-первых, форматы нам нужны для того, чтобы понять вот конкретного человека, куда приземлить. То есть если к нам приходит там какой-то человек, вот как я, например, да, которого там хлебом не корми, да, чего-нибудь порассказывать, мы, скорее всего, его отрядим в спикеры и будем очень рады. А может быть, к вам придет просто какая-то тихая девушка, да, которая очень интересуется, например, да, возможности быть в сообществе, там, познакомиться с какими-то новыми людьми, поделать что-то интересное, но она вообще не готова на сцену лезть, ну, прям вообще, то есть, и у нее неинтересно, нет ни мотивации, вы ее не вытюжите. Но вы можете ей предложить, например, там, или стать, написать, или помогать другим участникам, или какой-то такой формат, который будет именно ей ближе. И понимаете, это как в кросс-функциональной команде. Если у нас есть и те, и те, и те, да, есть условно люди разных компетенций, то это как раз позволяет вашему сообществу быть сильным и взаимопомогающим и усиливающим друг друга. Да, так, по времени хватает, да, отлично. Вот, ну и дальше, смотрите, написать инструкцию и организовать обучение. Вот казалось бы, да, ораторству только ленивый не учился, но есть важный момент. А когда вы пишете инструкции, вы сами для себя понимаете, чем ваш амбассадор отличается от амбассадора, например, компаний, там, соседних на рынке, да. То есть у них может быть амбассадор, там, банально, там, кто, я сейчас фантазирую, да, кто один раз, там, пост написал в свою, там, в свой телеграм, да, что я, там, работаю в такой-то компании, все, он уже амбассадор. А у кого-то могут быть прям критерии, что он должен, там, не меньше трех публикаций, он должен, не меньше, там, двух выступлений на крупных конференциях и так далее. То есть у всех разное. И здесь вы, когда оцифровываете вот эту инструкцию, да, вообще понимание, кто ваш амбассадор, вы тем самым, в том числе, портрет амбассадора формируете. И когда вы где-то написали на каком-то условном конфликте инструкция, которую никогда в жизни никто не будет читать, вы всегда человек, который к вам пришел, но у вас, например, времени нет, вы можете отправить сначала почитать инструкцию, а потом предложить уже подти к вам с вопросами, потому что здесь вы делаете один раз, там, работу проделать, ну, проделать умственную работу, собирая все по крупинкам, а дальше уже можете переиспользовать это много раз. Ну, и организовать обучение тоже, я считаю, что необходимо в компании, потому что в таком формате, да, образовательном, развлекательном, вы также работаете на сплочение сообщества. То есть можно, например, там, один пойдет на одни ораторские курсы, один на другие, но люди друг к другу не приблизятся. А если вы, например, из своих выбираете экспертов, потому что наверняка у вас кто-то опытный спикер, да, наверняка у кого-то там на статье на хабре залетают, да, в топы, у кого-то какие-то еще таланты, наверняка они могут и, может быть, даже хотят делиться своими знаниями. Здесь вы как раз можете им помочь. Презентацию, я думаю, да, коллеги, напишите, пожалуйста, в чате. Если что, я оставлю свои контакты, да, можно будет связаться. Я уверена, что коллеги позаботятся и отправят презу. Вот. Да, собственно, поговорили про форматы, и это наш четвертый шаг. То есть мы уже почти готовы, да, наш небольшой пилотный проект амбассадорской программы запускать. То есть, посмотрите, мы с вами, да, провели исследование, поняли, для чего нам амбассадорская программа. Мы определили вообще целевую аудиторию, то, как с ней работать. Мы там начали формировать сообщество, да, из этих людей. То есть вот этот, кстати, длительный путь, это не то, чтобы там за месяц сели и делали сообщество, а это, скорее всего, от полугода занимает. То есть поэтому как раз этапы подготовки очень важны, про которые мы сегодня говорим. Дальше вы определили формат амбассадорства, а дальше, вот знаете, какая забавная, всего лишь там выстроите ритуалы, да, и организуйте поддержку, и все будет ехать. Но на самом деле вот этот пятый этап, он, как правило, растягивается на долгие месяцы, и он, скорее всего, даже будет действовать во время всего существования амбассадорской программы, и он будет претерпевать некоторые изменения. То есть здесь, что рассказать могу подробнее, да, я могу рассказать, как у нас на примере было, то есть я считаю, что обязательно нужны стратегические сессии, то есть когда вы просто собираете людей и просите их своим запросом поделиться. То есть вот смотрите, мы сейчас работаем в компании, у нас у всех есть свои проекты, вообще там все перегружены, там, или как-то еще там какие-то, да, сложности, а вы собираете всех, а вот чего бы еще вам хотелось? И люди начинают генерить, там, хотим знать, что происходит в соседних командах, хотим там классные дайджесты, хотим там знать своих коллег, там, да, талантливых и так далее, и тем самым вы обновляете то, о чем мы говорили в самом начале, вы обновляете эти в рел-стратегию. То есть когда у вас есть вот в начальной карте, да, что вы там строите эти в рел-направлении, у вас там есть там мероприятия внутренние, вы ходите на внешние мероприятия, вы там профессиональные сообщества развиваете и так далее, вы это делаете не то, что выбивая в камни, да, а вы это делаете, чтобы потом пересматривать, исходя из запросов. То есть вы каждый квартал, каждый год и, может быть, даже иногда чаще будете пересматривать эту карту в связи с изменившимися запросами стайкодеров, потому что вдруг вам придет рекрутер и скажет, горшочек, не вари, больше не нанимаем, да, и вы тогда срочно должны свернуть все наймовые активности, например, там, условно, да, ну, оффер, да, или как их называют, да, когда за там один-два дня можно получить оффер. Ну, это я условно говорю как пример. И я к тому, вот пятый пункт, да, что эта работа у вас будет постоянной, то есть на стратегических сессиях вы будете обновлять запросы, да, вы будете понимать, чего от вас хотят люди, чего они сами хотят делать и так далее. Дальше нужны регулярные встречи. Я, например, помню, что мы их проводили раз в неделю, и это был очень насыщенный контентом час, то есть у нас было сообщество там из нескольких десятков человек, и мы просто могли обсуждать свои какие-то идеи, ну, в формате там, да, какой-то структурированной встречи с форсилитатором там полноценностью, прям час вообще в запой, да, а иногда даже расходились, например, если у нас возникали рабочие группы вокруг активности, то это возникал третий тип встреч, это встреча рабочих групп. То есть у нас есть люди, например, которые занимаются, не знаю, спикеров готовят, да, есть люди, которым статьи на хабре интересно писать, есть там еще, и вот из них от всех можно собрать такую, такие рабочие группы, посмотреть, как интересно получается. У нас есть одно большое сообщество амбассадоров, а внутри него много маленьких, и если посмотреть на уровень компании вообще, да, у вас тут есть сообщество амбассадоров, в котором амбассадоры из разных подразделений, скорее всего, и вы будете доставать тем самым людей из самых разных уголков, из разных профсообществ, из разных команд и так далее. Вот, поэтому здесь как раз у вас первая, да, с процессия, второе – регулярные общие встречи, и третье – это встречи рабочих групп по конкретным инициативам, да, потому что кому-то, например, банально может быть неинтересна тема спикеров, я там лучше пойду про стати поговорю, да, это тоже нормально, это тоже отлично. Ну, и иногда, как бывший скромастер, да, я говорю, что полезно проводить ретроспективу. То есть что такое ретроспектива? Это формат встречи, когда вы рефлексируете, то есть вы смотрите там куда-то назад, да, там, что прошло за последний месяц, что за последний квартал, и смотрите, какие, возможно, возникали сложности, что, наоборот, круто получалось, да, и в соответствии с этим работаете над тем, чтобы, например, проблему устранять и улучшаться регулярно, а, наоборот, какие-то хорошие вещи закреплять и продолжать практиковать. То есть такие могут быть встречи, но это все, на самом деле, зависит от компании, от размера сообщества, от размера компании, от еще миллиарда, наверное, факторов, поэтому я рецептов здесь давать никак не буду, просто делюсь опытом, да, но все-таки регулярные встречи, именно ядра сообщества нужны, регулярные встречи там с условно-пользователями, да, с художкой программы и так далее, они тоже важны, вы будете понимать их по вашим целям. Вот, и здесь я описала, да, что нормально делай, нормально будет, но коротко рассказала, как можно, один из вариантов, да, на курсе преподаватели делятся своими, например, вариантами, поэтому можно послушать, как по-разному происходит, да, и как раз вы, в зависимости от своих особенностей организации, вы можете выстроить свою систему. Вот, и есть ли на данном этапе вопросы, потому что я сейчас большую часть уже рассказала, точнее, даже, по-моему, 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 я все рассказала, да, что хотела. Давайте, пожалуйста, давайте вопросы, потому что если у вас что-то сейчас осталось, да, непонятным, то лучше обсудить. Вот, я вижу, написали, Екатерина написала несколько вопросов, я сейчас зачитаю, да, для тех, кто смотрит как-то с телефона или в записи. Первый вопрос. Мотивация вроде бы как есть у сотрудника выступать, но рабочая задача в приоритете, большая загрузка, а в неурочное время не готовы материалы готовить. Вот, это вопрос. И при этом есть плюшки разные, мы готовы выкупать рабочее время, но опять же мешает насыщенность рабочих задач. Здесь очень помогает, на самом деле, работа не только с сотрудником, но и с его руководителем. То есть, как это происходит обычно, сотрудник может там сам для себя решить, что он хочет заниматься, но его руководитель об этом знать не знает, и поэтому не идет навстречу. Здесь как раз, как правило, Деврилл может выступить таким медиатором между руководителем и сотрудником и, ну, договориться о том вообще, какие задачи в приоритете и почему, например, сотруднику важно выступать. Как пример, если у руководителя команда суперперегруженная, и этот самый сотрудник не может вырваться, потому что не хватает, мы трех там человек узких, найти не можем, да, так давайте мы инвестируем вообще долгосрочно, давайте мы этого сотрудника зашлем там в прям скопление, да, скопление этих узких специалистов, давайте мы его такого умного, красивого покажем, и к нам, возможно, еще коллеги придут. То есть, здесь нужно как раз работать не только с сотрудником, но и с его руководителем, но я понимаю, что то, что я говорю, звучит очень ванильно и эфемерно. В каждом случае, наверное, работа индивидуально ведется, но я помогаю своим амбассадорам такой простой фразой, что время, время нельзя найти, время можно только сделать. То есть, пока человек сам не примет решение, да, ну, наверное, скорее всего, в крупной компании, согласовав с руководителем, там, сделать, да, какое-то выступление, он время не будет находить, то есть, вам важно, важно здесь применить такой коучинговый подход, то есть, что такое коучинг, да, вот у человека есть там невнятная хотелка повыступать, а вы говорите, когда бы ты хотел там, как бы это было и так далее, то есть, условно, как пример, да, вы определяете с человеком, что он там через три месяца хочет выступить на каком-то метапе с какой-то темой, да, вы понимаете, что нужно сделать для этой темы, и получаете вот огромную задачу выступить, вы ее декомпозируете, да, конкретных шагов, и человеку становится проще планировать свою загрузку, потому что, например, сегодня он может, там, не знаю, посмотреть, писали ли что-то на хабре вообще по моей теме, да, кто-то обсуждал вообще эту тему или нет, там, через неделю он еще раз про это вспомнит, посмотрит на свой план, ага, там, надо, не знаю, придумать шаблон, там, презентация, да, надо организаторам написать или что-то такое, в общем, еще может быть такой метод, коучинговый подход, помочь человеку именно, как это по-русски, не засетапить, ну, короче, создать какую-то цель и прям сделать какой-то, помочь человеку ясно определить задачи в контексте этой цели. Сейчас, если не ответила, продолжим, да, я посмотрю. Вот, чем мотивировать, а, это уже следующий вопрос, да, вот, на первый вопрос Екатерина постаралась ответить, если действительно я говорю какую-то ванильку, то пишите смело в чате, мы прям будем дискутировать, обсуждать, да. Второй вопрос, что делать, если у меня, если кстирую, да, у меня ничего интересного в проекте нет, это неправда. Внешнего для проекта тех экспертов приглашать, чтобы доказать обратное. Здесь можно, да, действительно прибегать к помощи внешних экспертов, а еще с айтифниками работает очень хорошо такая вещь. То есть есть несколько типовых ответов, да, на такой ответ, то есть, во-первых, человек вам будет бесконечно отмазываться, то есть он сегодня вам будет говорить, у меня ничего интересного нет. Когда вы все-таки найдете интересное, он вам скажет, не, ну смотри, мы сейчас релиз готовим, он будет через два месяца, вот давай мы зарелимся, и тогда уже выступим, да, и так далее. То есть отмазы могут быть бесконечные, важно работать с первой причиной. И здесь как раз вы человеку можете помочь через немножко другую мотивацию, хитрость. Айтишники очень любят обстукивать идеи друг от друга. То есть если, например, мы сидим год, наша команда пеет какой-то продукт или проект, да, и никто вообще на рынке об этом не знает, мы потом там через год сели такие красивые статьи на Хабре написали, а нас в кометах просто разбомбили, потому что оказалось, что, например, на рынке изобрели какую-то вещь, про которую все уже кроме нас знают, да, а мы ее переизобретали и потеряли там несколько месяцев дорогостоящего времени разработчиков, да. А здесь можно попробовать мотивацию, что давайте мы пораньше покажем, просто покажем, что происходит, да, и нам рынок в обратную связь даст. А про то, что ничего интересного в проекте нет, это абсолютно все так говорят. И здесь мне очень помогает такое утверждение, что на самом деле все знают одни и те же теории, все читали одни и те же книжки, как правило, да, там, ну, это легко на теории менеджмента обсуждать, да, но при этом у всех выходит все по-разному. И здесь как раз вы учитесь, когда вы понимаете, что вот я вам сегодня, например, свою историю рассказала, что там мы вот таким-то образом шли. Кто-то вам, вот как делать амбассадорскую программу, да, здесь, блин, пять шагов, здесь, ну, мало что-то можно нового придумать, да, прям кардинально, но при этом я вам расскажу, вам еще 10 человек расскажет, и вы составите свою картину, вы лучше научитесь. Поэтому, отвечая на вопрос, да, очень, Дина, человеку важно показать, что именно его опыт обогащает имеющуюся теорию, то есть кому-то станет проще понимать благодаря тому, что он рассказал что-то очевидное. И на конференциях вот 80, там, даже больше 80% докладов – это доклады про что-то очевидное, кто уже вот, либо мы вот в своей компании, либо вот до этого доклада еще не дошли, до этого уровня, либо мы уже его как-то перегнали. Поэтому нового кардинально нет, и важно как раз вот убеждать разработчика, что это нормально, и что, скорее всего, если бы он изобрел что-то новое, то он бы скорее там вообще на других конференциях на каких-то выступал, да, не на ваших, там, не знаю, хайлоуд, а на каких-то планетарных, да. Вот, надеюсь, ответила. Третий вопрос. Так, третий вопрос, вот, нашла. Насколько широка практика внедрения в KPI сотрудника или в OCR команды планы по внутренним и внешним выступлениям? Здесь, на самом деле, я… Мое персональное, субъективное, необъективное мнение – это то, что внедрять в KPI абсолютно не стоит, потому что это мотивацию именно внутреннее рушит. То есть это… Я считаю, что нужно топить за внутреннюю мотивацию. То есть если у человека есть потребность выступать, тогда да. Но здесь есть такой нюанс, что если человек сам хочет, например, да, вы как руководители уже знаете, что человек хочет там выступить, что-то еще сделать, вы можете это в KPI поставить, просто поговорив с ним там, смотри, вот у тебя есть, опять же, невнятная какая-то хотелка повыступать, она огромная, она вообще неистеплема по срокам, по детям, а давай мы с тобой вот запишем, что вот за этот квартал ты, например, сделаешь такой вот на каком-нибудь маленьком камерном метапчике внутри компании. То есть тебя посмотрит 30 человек, как бы, ну, нормально, да, давай мы это зафиксируем, потому что если мы сейчас в план цели там не вставим, да, каких-то, то, ну, ты этого не сделаешь никогда, потому что будешь бесконечно прокрастинировать. То есть, отвечая на вопрос, да, я топлю за внутреннюю мотивацию, то есть лучше не делать, да, обычно, точнее, не включая в какие-то KPI именно выступления, но это может быть дополнительной целью, которая не влияет на премию, либо только в положительную сторону влияет. И я знаю, что есть такая практика в некоторых крупных IT-гигантах, но широкой практики, наверное, все-таки нет. Вот, Дарик спрашивает, чем мотивировать помимо мерча и похвалы, если мы говорим о нематериальной мотивации? На самом деле здесь есть такие моменты из психологии, что можно человека, так, потерял мысль, сейчас не еду, работать именно с тем, что у человека, как правило, мало возможностей оказаться в таком пространстве, что тебя слушают, твои идеи принимают, тебя не критикуют, да, не говорят, какие-то там очередной метап будем делать, ну, кому он, кому он вообще нужен, да, а тебя, ты можешь быть уверен, что в сообществе тебя обязательно выслушают, тебе помогут, с тобой вообще там, да, все вообще бро вообще на века и так далее. То есть, если человеческим языком отвечать, здесь как раз нематериальная мотивация составляет то, что вы находитесь в сообществе с человеком, он всегда может рассчитывать, и это дает ему некую поддержку, подтверждение того, что с ним все хорошо, да, потому что мы знаем, что у нас всех периодически посещают там странные мысли, да, там, ну, нормально ли я там, да, все ли со мной хорошо, и это прямо вообще психологически это уберем. А вообще, чем еще мотивировать, это признанием, это тем, что человека слышат, это, возможно, руководитель должен как-то продумывать, как он может строить план карьерного продвижения сотрудника, ну, и еще очень важно показывать человеку результаты его работы. То есть не просто, вот, как вот я видела, я видела такие кейсы, это очень грустно, когда такое бывает. Например, позовем мы человека спикером на подкаст, он приходит, он очень много времени посвящает подготовке, потому что для него это первый опыт, он волнуется, да, и потом ему говорят, а, все, типа, да, иди, мы тебе там напишем, когда подкаст. Там месяц проходит, ничего не происходит, два месяца ничего не происходит. И на третий человек уже начинает, ну, мало того, что злиться, наверное, да, потому что он зря вложил труд, у него и мотивация пропадает. А вот если вы сразу вообще держите его, ой, у нас, короче, вообще мы все там, монтаж запустили, хотя бы держите его в курсе, что происходит. Короче, с уважением относитесь, дети же становятся, наверное, больше его мотивацией, потому что одно дело, если он там просто пришел как проходной, а другое дело, когда к нему относятся как к партнеру, да, к равному, когда его слушают, когда его считают экспертом. И, наверное, это самое ключевое, что может человеку дать вот это, в частности, программа и возможность амбассадорства. Вот. Спасибо вам за комментарии, очень-очень, спасибо, мне очень важные цены, спасибо вам за крутые вопросы, нереально крутые. Это, на самом деле, я думаю, самые частые вопросы в работе Деврела. И мне кажется, на предпоследний вопрос мне ответила про мотивацию. Вот в программе Рекогнишена, в программе мотивации, вот как раз я помню, у нас урок про это был, там были примеры вообще, как крупные компании, как правило, поощряют своих сотрудников. Может быть, будет интересно ознакомиться с их опытом, но обычно то, что я сказала, вот это сугубо простое человеческое. То есть то, что меня слышат, то, что я на что-то влияю, и вот они результаты моей работы. То есть меня там посмотрел тот человек, в итоге там один из них пришел к нам работать, да, или что-то такое, в общем, показывать человеку его результаты. И в чем измерить эффективность работы проекта амбассадора? Вот, на самом деле, очень такой вопрос сложный. Давайте я вам прямо сейчас скину ссылочку, вы ее посмотрите потом. Это ссылка на опенсорсную карту Метрик, и чем вообще ее можно измерять. Ее можно очень много чем измерять, но зависит от ваших целей. То есть изначально, когда вы строите амбассадорскую программу, вы понимаете, хотите его закрывать, либо задачи найма, либо задачи удержания, либо еще какие-то задачи, да. И если у вас, например, цели найма, то у вас могут быть метрики. Например, сколько у нас после посещения там спикеров конференции там резюме к нам пришло, да, целевых, профильных и так далее. То есть может быть, у вас будет количественная метрика в резюме, может быть, у вас будет количество выступлений как метрика, и это такая количественная, да, процессная метрика. Но важнее метрики результативные. То есть, как правило, когда мы говорим о амбассадорской программе, многие люди даже фокусируются не только на внешнем, на том, что я сказала, да, что там сугубо там по количеству резюме мерить, а можно еще внутри смотреть, вот как то, что у нас появилась такая программа, влияет на сотрудников, которые уже работают в вашей компании. Здесь нам помогают инструменты такие, как просто по вовлеченности, да, многие компании, особенно крупные там собирают. То есть как меняется динамика. То есть вот у нас был как-то там год, да, а вот мы сделаем амбассадорскую программу, там, не знаю, сколько-то процентов людей поучаствовало. Ну, что изменилось вообще, да, как ощущение людей изменилось. Но на самом деле здесь именно амбассадорская программа, ее метриками сложно обложить, потому что это вещь такая качественная, а не количественная. И здесь скорее важнее, насколько люди становятся ближе, ближе к своей компании. То есть когда мы можем там писать код, да, где-то там на удаленке, а тут мы вот, мы делаем великое дело, мы вместе делаем так, чтобы моя строчка в резюме, то есть моя компания, вот, в которой мне там написано, например, какие-то три незнакомых буквы никому, да, а мы из нее делаем целый бренд. То есть мы показываем тех бренд, да, как у нас круто в плане технологий, мы показываем, какие мы красавчики вообще и так далее. И вот как раз вот это, наверное, главная для меня метрика. Вот, надеюсь, ответила, надеюсь, было полезно. Вот, выше был вопрос от Светланы. Вопрос, немного забегая вперед, как бороться с возражениями внутри, когда руководители профильных спецов, кто мог бы стать амбассадором, спикером, не верят в эффективность такой активности. Блин, это на самом деле очень серьезная проблема. Я, ну, не в своей компании, да, где я работала, а немножко близко видела кейсы, когда руководитель прям запрещал сотруднику что-то делать. И если не удавалось для руководителя показать какие-то, ну, пользу от участия сотрудников, то я видела прям три случая, когда человек вправо уходил, потому что сейчас у нас, ну, это все банально избитые темы, да, что там конкуренция высокая, за айтишников там бьются и так далее. Вот это отставим, да. Речь о том, что если человеку вы не даете пространства для проявления, для того, чтобы он реализовывался как личность, как человек, то есть чтобы он приходил на работу цельным, да, не только там я как, не знаю, там тот, кто подпишу, а я вообще как творческая натура, я вообще-то и это, и это умею. Вот если человеку не давать такую возможность, то он, скорее всего, уйдет. Поэтому это тоже важно доносить руководителю, но здесь на самом деле, ну, кейс-бай-кейс, потому что с кем-то получается договориться, с кем-то нет, и это тоже нормально, но просто, возможно, амбассадору-руководителю нужно поменять. Это тема очень, да, такая серьезная. Вот, я вам обещала ссылочки, да, сейчас пришлю, обещала ссылочку на метрики и обещала ссылочку на комьюнити-канвас. Я вам кидаю первоисточник, прям портал, где собрана куча инфилы на английском, но есть и на русском много переводов, поэтому тоже можно посмотреть. Вот, и далее на самом деле вот отвечает. Вот, да, отлично, отличный комментарий, что по-хорошему таким руководителям, да, которые не хотят там амбассадоров делать из своих сотрудников, им надо показывать кейсы, например, в компании X провели какое-то исследование, что амбассадоры, например, живут в компании в два раза дольше, не амбассадора, через цифры. И на самом деле у нас в компании, вот, да, Сибурдиджитал, где я работала, тоже был некоторый скепсис, то есть компания Сибурдиджитал – это огромный, они все химические, господи, холдинг, да, и Сибурдиджитал – это айтишка из двух тысяч человек, да, которые работают на огромный холдинг. Вот что там эти айтишники вообще делают, да, но когда в рейтинге привлекательности работодателя, айти работодателей мы выросли там сразу прям на 10, по-моему, пунктов, то есть там всего 50 мест, мы были там, по-моему, 35-ми в этом году, а до этого там каким-то еще там пониже. И когда у нас вовлеченность сотрудников вопроса стала сильно больше, действительно стало хорошим показателем, и я прям знаю, кто точно немножко изменил свое мнение по поводу девелл-направления, потому что оно показывает эффективность на цифрах. Но эта тема реально сложная, и с метриками это, да, это прямо от случая в случай отличается работа. Вот, но комментарий абсолютно правильный. Пока у нас такая живая дискуссия, давайте, может быть, еще какие-то вопросы или проблемы, у кого есть боли, вот, например, с амбассадорами, пока, надеюсь, у нас есть время. И обычно, кстати, на уроках у нас очень долго происходит в зуме, мы прямо выходим, и то есть нет такого, что вот там кто-то преподаватель, а кто-то студент, кто-то там с короной, да, что-то вещает, а кто-то нет. Мы все взрослые люди, мы все работаем, поэтому каждый из нас может принести что-то ценное. То есть студенты часто рассказывают, как у них компания, кто-то или иной процесс отлажен, организован. Поэтому это здорово, когда мы как раз делимся. Вот, это Лариса спрашивает, это отдельный специалист делает, или загруженную HR, это тоже по силам. На самом деле, часто начинают, ну, то есть я видела просто на рынке такие примеры, часто начинают вообще без деврела. То есть просто, например, там, условно, да, топ-менеджер сходил на конференцию, услышал, что вот там кто-то делает деврел, приходит и говорит подчиненный. Так, нам тоже что-то там, что-то задеврел, да, нам тоже это надо делать. Ну, и это все ложится на время, на плечи, да, несчастных, перекруженных там HR, да, людей, которые работают с людьми в компании и так далее. И для начала, в принципе, этого может быть достаточно, если руководитель грамоты распределить время сотрудника, и сотрудник там не выгорит через два месяца, да. Но в дальнейшем рекомендуется занимать деврела просто банально потому, что в деврел направлении имеет большое значение именно практика, то есть как разные компании делают, как разные компании приходят к какому-то опыту. И, как правило, деврела, они в этой тусовке состоят, они общаются с разными деврелами, у них большая насмотренность, они все ходят со стендами на конференции, общаются там, и поэтому к вам придет просто, например, когда деврел полноценный, он вам просто там все, просто сразу красоту наведет, и у вас сэкономится, может, там полгода работы, то есть пока HR, да, условно перегруженные бедники, он пока въезжает, да, человек мог прийти и сразу там накидывать, все, вот наша стратегия, вот там исследование и так далее. Поэтому все возможно. То есть нет, я поняла. Да, тут действительно вдумчиво погружаться. На самом деле, да, это как минимум для одного человека, наверное, полноценная работа, и я честно признаюсь, я во время работы как раз, ну, я многое на себя брала, поэтому я, собственно, устала и ушла, поэтому, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок, я сейчас только фрилансером работаю, так что, вот. Вот, и Дили просит пособрать все ссылки, презентации, направить в чат в Телеграм, было бы классно пробежаться после эфира. Так, рассылка точно будет, да, спасибо за интерес к презентации. Вот, и Екатерина Дельца, что по собственному опыту, загруженному HR, у коим я была и есть, Екатерина, то бишь, это по силам, до поры, до времени. И зависит от целей и от команды саппорта в лице пиарщиков и тех спецов. Да, на самом деле, отличная вещь, потому что вот это все, Дилил направление, это строит не один человек. Там несколько команд, да, как правило, в больших компаниях, там, внутриком, бренд менеджмента, HR, рекрутинг, да, все он отдельно. И какие-то еще там команды, они делают вместе. Но Екатерин, это как, по сути, как прозрач, который всех кучу собирает и делает так, чтобы не одни там одно делают, да, там другие другое, а чтобы была комплексная Екатерин программа. Но да, видимо, тяжко было, и только до поры до времени получается это делать. Вот, и далее пишут, что обучение для амбассадоров. Вот пишут, что у себя в компании я запустила такой курс, запускала такой курс для амбассадоров по ведению соцсетей, вау, написанию постов, постановке голоса. И когда было обучение, были активны. Когда закончили, активация сильно упала. Что я сделала не так? Я думаю, Дарья, что вы сделали все правильно. То есть нет такого, что вы там что-то сделали неправильно. Это же, смотрите, есть разная ответственность. Есть ваша ответственность, условно, как преподавателя, да, дать контент. Есть ответственность людей. То есть что может помочь внедрять в какую-то активность? Это, на самом деле, мой нежно любимый коучинговый подход. То есть вы не просто, да, людей проводите, а вы изначально ставите с ними какую-то цель, прям вообще, чтобы они записали. Мы так делали в клубе спикеров. Я еще клуб спикеров там делала, но не буду про это рассказывать. Человек ставит цель, да, выступит там с доктором. И вот как я рассказывала, мы вместе с ним вот в течение обучения, да, декомпозируем эту цель. То есть если ведение соцсетей, да, написание постов и так далее, вот у человека должна быть изначально, у него должен быть запрос. То есть может быть вы просто очень обаятельны, ему очень хотелось на вас посмотреть, да, он пришел. Но если у человека цели нет, то вы его никак не заставите дальше что-то делать. И здесь еще, то есть первое, это работать с целью, с запросом человека, с конкретным, да, и в конце обучения проверять, да, что еще там осталось делать. Это первое, что может помочь. Второе, вы можете помогать, например, тем, что создаете какую-то общую площадку для всех людей там на курсе, да, например, там провести, вот как в вокальных школах делают отчетные концерты, где все выступают. Вот что-то такое можно сделать для своих людей, чтобы они попробовали и что-то втянулись. Но тут вы тоже не можете гарантировать, что они потом там будут регулярно висеться в сети, потому что это зависит от самого человека. То есть здесь, наверное, разделять нужно. Еще-то третье, хотела сказать, но прошу прощения, забыла, что-то, да. В общем, да, очень круто, что вы такое умеете делать. Это на самом деле очень интересно, востребованные темы вас реально с руками и ногами торгут, потому что обучение спикеров – это, наверное, прям база, прям база. Вот. Ой, спасибо большое, мне очень приятно. Правда, очень-очень приятно с вами пообщаться, потому что вот именно диалог, наверное, это самое драйвовое, самое классное, что есть. И спасибо, что делитесь своим опытом, очень ценно. Я думаю, многие сейчас послушали тоже и вдохновились. Анастасия, я выбежал к вам. Как Денис, по-моему, да? Да, в продолжение эфира. Да, надеюсь, вы меня слышите. Да, выбежал к продолжению эфира. Значит, смотрите, есть следующее предложение. Если вопросы на данном этапе, к Анастасии, есть, пожалуйста, пишите их в чат. Мы еще не закончили, у нас впереди еще есть разбор одного кейса. А я временно перехвачу демонстрацию экрана для того, чтобы сейчас немножко рассказать про стратегии обучения для сотрудников под непосредственно их развитие. Анастасия, если ты сможешь, нам попрошу выключить демонстрацию экрана, чтобы осталась моя. О, спасибо большое. Итак, напомню, пока что мы можем писать вопросы для Анастасии. Мы к ним вернемся через небольшую такую перемычку, назовем ее так. И потом перейдем к кейсу, о котором поговорим в дальнейшем. Это будет таким завершающим аккордом нашей встречи. Ну, а пока расскажу про стратегии обучения для сотрудников непосредственно под их развитие. По факту есть четыре основных способа, как можно выбрать стратегию обучения команды IT-специалистов. Это могут быть либо онлайн-курсы, да, то есть, ну, фактически, как мы с вами сейчас общаемся, да, то есть, это записи или это может быть вживую, как прямо сейчас происходит. В случае с вебинаром, как прямо сейчас, нужно подстраиваться под расписание группы, непосредственно под запуск, но зато материал будет от экспертов самый ценный, самый актуальный и будет учитывать все самые последние тренды. В этом вы сегодня во многом могли убедиться. Второй вариант – это наставничество, то есть отсутствие программы, отсутствие какого-то линейного процесса, зато к сотрудникам прикрепляются подопечные, к более опытным, менее опытные. Затача наставника – давать фидбэк на выполненную работу и отвечать на вопросы. Все, он делится полезными материалами, наработками и по факту передает свои знания. Также есть вариант внутреннего центра обучения. Все просто, компания создает свой центр обучения, там сама формирует программу, готовит преподавателей, у нее будут свои эксперты и выстраивает процессы. Ну и, конечно, нетворкинг, не будем его ни в коем случае отметать, потому что это и метапы, и коллаборации, и клубы, и конференции. Это все тоже способ получать новые знания. Но если мы говорим непосредственно про обучение команды разработки вместе с Отус, выглядит оно в следующих четырех шагах. Первое – авторские программы, которые создаются по цели и задачи конкретно вашего бизнеса. Второе – это, естественно, официальный сертификат о прохождении курса и свидетельство о повышении квалификации. Третье – это, конечно, онлайн-формат, то есть нет каких-то предзаписанных уроков, а вживую, как сейчас, мы общаемся в рамках подготовительных программ. Ну и нами через обучение, о нем я уже рассказывал, то есть фактически вы получите доступ к нашей базе резюме и будете выбирать выпускников с нужными для вас навыками. Ну, а на данный момент уже полторы тысячи компаний-сотрудников, которых мы обучили уже у нас в резюме, более 130 курсов, 570 преподавателей и 23 тысячи студентов за пять лет прошли свое обучение. По факту шесть основных позиций, чем непосредственно выгодно для вас корпоративное обучение, да, очень коротко по ним. Защита от хантинга, да, то есть кого мы обучаем, они не смогут оставить резюме в нашей базе, да, конкуренты не смогут их найти, будут ваши непосредственные специалисты, которых вы и будете набирать в свою компанию. Мы сопровождаем обучение, то есть берем на себя все технические аспекты и все технические вопросы, мы сможем оценить навыки, то есть проверяем, как изменились профнавыки, посмотрим до и после, сравним. Также помогаем бизнесу на этапе обучения, то есть уже создается запрос под заказчика, и студенты могут сразу применять полученные навыки уже при моменте обучения, то есть что сокращает тот самый путь обучения и отделение его от непосредственно процесса работы. Мы анализируем прогресс, то есть посмотрим в кабинете со статистикой, какие успехи и успеваемость, и устанавливаем скидки на курсы, то есть на данный момент вы можете получить по системе депозитов скидку аж до 25%. У нас существуют классические курсы, то есть сотрудники проходят обучение вместе с другими студентами. Есть кастомные курсы под ваши конкретные задачи, есть партнерство на курсе, то есть студенты решают ваши кейсы во время обучения, или у вас есть эксклюзивный доступ к базе выпускников, и найм через обучение, то есть найм IT-специалистов необходимой квалификации без фактических затрат на онборде. И немножко проанонсируем. Ближайшие старты обучения по курсам для лидеров и управленцев сейчас выглядят так. 30 января 2024 года на 4 месяца стартует курс DevRel, где вы сможете создать IT-компанию из IT-компании сильный HR-бренд. Также запускается 29 февраля в этом году, 5 месяцев будет длиться курс IT-рекрутер, то есть вы сможете находить больше классных программистов, при мире появится больше классных программ. Одно следует из другого. Ну и курс карьерных консультантов IT 27 марта запускается, где прошедшие его смогут стать карьерным консультантом непосредственно в IT. И у нас есть специальные условия для участников встречи. Вы сможете получить бесплатную консультацию по развитию IT-команды от эксперта Отус. При подключении одного образовательного курса для сотрудника, второй сверху получаете в подарок. Просто напишите плюсик в чат, вы можете это сделать прямо сейчас, и с вами свяжутся в ближайшее время для того, чтобы просто установить время для консультации. Она бесплатная, напомню, это все специально для вас. А также узнают, может быть, вы готовы приобрести образовательный курс и сразу отдать вам в подарок второй. До 9 февраля эта акция будет работать. Для того, чтобы принять в этом участие, просто отправляйте плюсик в чат. Этого будет достаточно. С вами свяжутся и назначат время бесплатной консультации. Ну, а мы возвращаемся в наш чат. И у нас осталась одна не столь обширная тема. Это кейс компании Fiburtid, что он, я так понимаю, Анастасия уже немножко рассказала, да, забежала вперед. Да, я немножко рассказала. Да, да, да. Поэтому я отдам демонстрацию. Я думаю, что если там еще остались какие-то сплайды, мы можем их пройти, вопросов я вроде бы новых не вижу. Если есть, Анастасия, поправь меня. Да, здесь все нормально. Сейчас расскажу. Да. Так, все, я забрала микрофон. Рассказываю, очень коротко рассказываю. Да, я делилась этой информацией еще в октябре и с согласованием коллег, поэтому расскажу про кейс своей бывшей компании, бывшего работодателя. И я просто покажу шаги, которые прошла компания и за сколько времени удалось там достичь каких-то результатов. Вот, смотрите, вот просто то, что было. Это путь вообще того, как амбассадорская программа у нас появилась. Я скажу, что у них. Да, знаете, момент, когда ты уволился, но еще горишь у нас. Вот, собственно, путь, на самом деле, амбассадорской программы занял от полугода до года, прямо когда мы могли сказать, что все, у нас есть амбассадорская программа. И началось все, естественно, сначала потребности. То есть я еще тогда в программе не участвовала. Мои будущие руководители как раз сидели и обсуждали, да, как бы нам наладить нашу внутреннюю жизнь, то есть как вовлечь внутренних сотрудников, как там внешних привлечь. Вот как раз решили делать амбассадорскую программу и наняли консультанта. Вот, и как раз я присоединилась к проекту в июле, когда начали каких-то активных сотрудников со всей компании вытаскивать. И у меня как раз был очень крутой опыт. Я и процессы умела строить, и у себя там ивенты делала вообще. И причем мне очень нравилось работать в дата-офисе, потому что мы делали с ними прикольные вещи. Мы с ними делали дата-шашлыки, дата-тайной Санта, что там еще, дата-квиз. В общем, у нас дата-вебинары. Короче, у нас все было очень-очень дата, вот, и это было весело. И как раз вот этот мой опыт организации мероприятия, он пригодился уже потом на уровне компании. И, естественно, если говорить о компании, да, о том, как строилась амбассадорская программа, то в июле собрали команду из 10 человек, которые уже что-то делали на уровне компании, и нас посадили, и мы начали как-то взаимодействовать. То есть у нас были регулярные встречи, мы что-то планировали, что-то делали, у нас были рабочие встречи. И вот итогом работы трехмесячной, получается, у нас стала организация обучения. То есть мы создали три направления. Три направления, то есть кампус, мы назвали их кампусами, очень модно, очень современно. Мы назвали их кампус спикеров, кампус контента и кампус организаторов. То есть в соответствии с названием, да, мы тут в каждый кампус включали людей, которым интересно было развиваться там, либо в плане публичных выступлений, либо там в создании контента. Ну, вы поняли принцип, да. И, в общем, что мы там делали, мы организовывали обучение. То есть я лидировала тогда кампус спикеров и помогала спикерам учиться. То есть я приглашала и внешних, и внутренних экспертов, которые приводили отдельные лекции. И здесь, на самом деле, очень круто нам помогли два мероприятия. То есть первое мероприятие мы сделали митап. Мы сделали митап на уровне компании, вообще, как начать выступать. Мы собрали совсем разных спикеров. Нам там, конечно, помогали эксперты. Вот, собственно, от подрядчика у нас была чудесная дама. Она нам очень помогла собрать все. И, собственно, что сделали? Мы собрали не меньше семи спикеров. И за два часа в 15-минутные слоты мы просто все возражения отработали. Тут мы вытащили интроверсты, которые не любил выступать, но полюбил. Тут я там давала лайфхаки как тему свое на эти выступления. Тут еще кто-то. И просто за два часа мы закрыли просто 80% всех возражений против спикерства. Вот, и на следующем этапе рассказали, как вообще о компании говорить вовне, потому что мало кто понимал. Компания новая относительно, потому что айтишка выделилась, там, условно, в 2017 году. И эти формирования, айти-направления активно формировались. Вот, собственно, мы создали обучение, где проводились какие-то вебинары, обучение. И у нас по итогу, вот, даже когда у нас не было выделенного человека, выделенного деврела, а сами сотрудники просто учились быть деврелами, вот, именно в этот момент у нас появились первые два, наверное, десятка новых спикеров, новых авторов. И вот мы реально для, там, Куркома сформировали целый огромный бэклог, там, работы, да, то есть сети просто разгребаем материалы. Вот, а это был октябрь. Дальше в декабре у нас было знаковое мероприятие «Цифровой день». Мы впервые организовали конференцию на уровне всей компании. Там тоже выступало очень много спикеров. То есть, представьте, весь рабочий день и короткими слотами, там, от 7 до 15, там, до 20 минут мы какие-то важные темы для компании поднимали. Вот, и в этом году мы выучили уроки, то есть провели ретроспективу после ивента, то есть посмотрели, что получилось, что нет. И в этом году коллеги провели более совершенный цифровой день, и теперь это стала традицией. То есть, и смотрите, это все было сделано, ну, большая часть работы была сделана силами сотрудников, которые не HR, не там, деврела, а не просто там кто-то разработчик, кто-то тренер, кто-то еще кто-то. И, в общем, именно силами сотрудников получалось делать эти вещи. Это, по-моему, великолепно, потому что мы себя тоже чувствовали потрясающе. Для нас как будто второй свет открылся, и мы как просто сотрудники рутинные, да, превратились в элитных амбассадоров. Мы что-то творили, я там за спикеров отвечал, кто-то еще что-то делал, это невероятная мотивация дает. Вот. Спасибо большое за отзыв, очень приятно. Да, собственно, вот, силами сотрудников, да, пришли к тому, что сделали конференцию. Но уже тогда поняли, что мы без штатного деврела не сможем, начали собесить. Собесить было, наверное, я тут не буду говорить, потому что не знаю, не я этим занималась, со мной никто не делился. Ну, очень долго не могли человека найти, потому что не хватало компетенции почему-то сотрудникам. То есть нам требовался именно деврел, который умеет и туда, и туда, то есть и ивенты, и там конференции со стендами, и, не знаю, ну, в общем, очень большой спектр работы, да, и таких людей на рынке довольно мало. То есть вот сейчас, посмотрев курс, я знаю, например, я с помощью курса, с помощью других представителей свои какие-то там, ну, дыры там в знаниях закрыла, вот. Но таких людей, мне кажется, на рынке не бывает многопрофильных, а нам именно такой нужен был. Но поскольку мы не могли его найти, я как раз в тот момент планировала, ну, я думала, что делать с работой, я решила стать деврелом. Потому что я уже на уровне agile-коуча уже очень выросла, наверное, в компании уже было не так. Точнее, я хотела чего-то еще, вот. И это мотивация тоже для сотрудников, для ваших, вот, становиться амбассадорами, это чтобы делать не только рутинные задачи, которые вы годами делаете, а делать что-то еще. Я стала деврелом, у меня был руководитель, вот, я была в команде карткома, и с тех пор у нас то, что вот мы делали руками с командой амбассадоров, это все масштабировалось. То есть мы сделали самостоятельный пилот, и вот когда вышел деврел, да, мы сделали уже прям, начали разворачивать, как это говорится, на всю компанию нашу активность. Вот, и с июня, вот, когда мы уже начали прям полноценно, да, когда деврел там влился в роль, все такое, там уже поехали, там уже постоянно свои мероприятия. Вы можете, кстати, зайти в телеграм-канал Сибурдиджитал, вот, коллеги готовят крутой контент, крутые метапы, вы можете обратить внимание, да, насколько с лета все это направление развилось. И к чему я это все рассказала, да, это не чтобы там как-то похвастаться, потому что, напротив, я не хочу хвастаться, потому что проблем было просто миллиард. Это, мне кажется, даже не все я могу рассказывать, к сожалению, вот, но смысл в том, что даже при всех проблемах, при отсутствии компетенции мы силами сотрудников справились, то есть это все возможно. И здесь как раз вот, по-моему, Лариса, да, Лариса спрашивала, как загруженную HR начать. Вот, вот, просто совет, вот, соберите таких людей, которые такие драйвовые, и просто вот посадите их что-то делать, просто помогайте им, говорите, что они молодцы, и помогайте, как с точки зрения вот организации, собрать их кучу и помочь там цель найти общую. Вот это самое ключевое. Вот, так, вот, и в результате, да, вот сейчас еще покажу несколько важных слайдов. Я надеюсь, вы еще не устали. Вот, можно у вас наставники. Вот, на самом деле на курсе у нас целая команда наставников, поэтому, да, с удовольствием приходите, будем, буду очень рада. И если можно будет потом контактами поделиться, я бы тоже поделилась, потому что готова помогать творить. Вот, и, собственно, да, вот в результате работы, ручной работы сотрудников недеврелов, а тех, кто просто начал как-то учиться, мы сделали следующие вещи. То есть, во-первых, появилась копилка цифровых профилей. То есть, что это такое? Вот, помните, я вначале говорила, что есть очень много амбассадоров, которые просто что-то делают, выступают, там, как вообще, там, каждый, кто в лес, кто под рово. Вот мы сделали прям единый перечень. То есть, условно, если к загруженным внутрикомовцам приходят люди, там, ой, мы ищем спикеров, там, не знаю, по Python, мы ищем менеджеров, мы ищем, там, кого-то еще. Там человек просто открывает, там, Excel, где у него написано, там, с хэштегами, да, кто за что отвечает, просто выбирает и смотрит такой, так, надо написать этим 10 людям. Он просто отправляет, и, получается, этот настолько экономит время, это настолько усиливает результат, потому что вам не нужно прилагать усилия, если вы ведете такую работу по систематизации профиля людей. Вам не нужно делать работу, вы просто ее переиспользуете. Вот, да, отвечу на вопрос. Второе, что появилось, это каналы коммуникации, потому что в больших компаниях, я не знаю, столкнулись ли вы с таким или нет, но я вот столкнулась, что есть абсолютно разные каналы коммуникации. То есть, одна часть компании сидит в корпус сетях, другая в Телеграме, третья в флаге, кто-то еще где-то и всех не соберешь. Но мы научились на все аудитории доносить информацию как раз через амбассадоров. То есть, мы знали, кто где работает в структуре, и вот через людей уже точно в команды информацию засылали. Дальше мы оцифровали процессные инструкции, потому что, если, например, вот приходит к тебе человек, я хочу там выступить, но не знаю как. Вот что ты ему посоветуешь? А вот мы собрали, мы вот мысленно, да, прошли сами этот путь. То есть, когда мы сами становились спикером, мы дополняли инструкцию, усиливали, и вот как раз в результате у нас такие артефакты получились. То есть, что это артефакт? Это материальное воплощение, какое-то умственное работа. Вот оно и появилось. И прозрачный баклог активностей, это как раз то, что у нас, как это, в компании были хаотичные какие-то мероприятия. То есть, если, например, у одной команды был какой-то активный чел, который всех там зовет, например, доклады послушать, вот у них были мероприятия, у других не было, они знать не знали. И мы как раз наладили такое, что я собрала прям целый баклог, где работа по всем направлениям аппетитеров делась. То есть, был блог, я просто джировала в ней работать, и был блог там с внешними мероприятиями, с внутренними мероприятиями, там, какие подкасты мы пишем, там, внешние, внутренние, какие мы ютуб, ну, условно, да, я фантазирую, там, какие мы активности делали, и это можно было все посмотреть. Это была открытая доска задач, в которой мог любой сотрудник провалиться. Там, другой вопрос, да, что не провалился, потому что кто вообще читает, но тем не менее. И это как раз то, что помогает, вот как раз вот, не буду возвращаться на предыдущий слайд, людям, которые, у которых не основная работа, там, дебрелное направление, вот это то, что экономит время и помогает, помогает вести все-таки какие-то дебрелы активности в компании, потому что даже что-то лучше, чем ничего. Вот, и Лариса пишет, что сложнее всего вытащить интроверты-айтишники, сидящие удаленные по всей стране. Да, абсолютно согласна, но есть такая фишка, что когда у людей общий интерес, они общаются гораздо охотнее, и у многих айтишников, на самом деле, профессиональная черта, это большой интерес к новым знаниям, они любят спорить, дискутировать, там, они, вот, я просто живу с айтишником, да, они просто сидят там вечерами, вот, они просто там зарубились днем, и они потом до ночи просто сидят и разбираются, кто прав, там, пишут, да, в ходе, и это просто невероятно. И на самом деле, мое личное мнение, что то, что они интроверты, не мешает им никак взаимодействовать, потому что они охотно ходят на митапы и сидят там в уголке, они охотно что-то делают, но, опять же, да, не сильно там на широкую публику общаясь, но среди своих они очень-очень раскрываются, и то, что они удаленно сидят, это действительно проблема. Но сейчас есть такой тренд, очень новый тренд, что сейчас по всей России начинает, ну, и плюс там СНГ, я просто за Россию знаю, по всей России организуете эти мероприятия. Я сама лично делала трек по питону в Омске буквально в октябре, и тамошний организатор Алексей Коровянский, потрясающий организатор, он задумал инициативу. Что, представьте, вот в каждом городе России есть свое IT-сообщество, плюс еще есть какие-то федеральные сообщества, да, например, там всея какие-нибудь там питанисты России, да, я фантазирую. Вот, и эти сообщества, эти люди между собой не общаются, хотя они, может быть, делают, например, может быть, мероприятия по, не знаю, по джаве проходят в каждом городе России, но не связаны. И вот люди для решения этой проблемы создали сообщество лидеров сообществ, то есть Мудрено сказал, да, у каждого сообщества IT-сообщества есть лидер, и вот этих лидеров собрали, и теперь они взаимодействуют и обмениваются информацией, кому какие спикеры нужны в какой город. И, возможно, как раз вот эта проблема с тем, что все на удаленке будет потихоньку решаться, потому что люди начнут больше путешествовать по своей стране. И это даже для вас лайфхак, потому что начинающему спикеру, прежде чем идти выступать на какую-то крупную московскую там или питерскую, да, или какую-то еще крупную, я к тому, что крупную конференцию, идти выступать возможно, ему проще. Я так делала, съездить в регионы, выступить там на 40 человек с кайфом и знать, что вот тут его никто не знает, его там потом никто не будет там на улицах встречать, снеяться, да, и как раз, мне кажется, это будет немножко меняться. Это очень хорошо, потому что страна у нас очень красивая, хочется смотреть разные города. Вот, да. И, собственно, пять факторов успеха, да, сейчас уже, я почти уже завершила материал. Собственно, что такое амбассадорская программа, то есть ее ключевое звено это сообщество амбассадоров, то есть не просто группа людей, а именно сообщество, которое взаимодействует, помогает друг другу, в котором бурлит жизнь, где там в чатике постоянно, не знаю, как это, ну, картинками обмениваются и что-то такое, в общем, когда кипит жизнь. Дальше, я не сказала, у меня не было, по-моему, слайда, но мы все бурдеры тут сформулировали для себя, что у нас амбассадорская программа, это как среда и как сервис. То есть что такое среда? Это то, что тебя окружает. Ты знаешь, что ты придешь к амбассадорам, они тебя не начнут закидывать помидорами за твои идеи, ты можешь любые свои идеи принести, да. А сервис – это то, что тебя за ручку проведут, например, там до, я уже, да, вам надоело, до выступления, вот вас за ручку доведут. То есть амбассадорская программа – это то, что дает эту среду и сервис для сотрудников. Дальше – это, естественно, организация обмена опыта между сотрудниками. И иногда можно даже из амбассадорской программы вырастить отдельную менторскую программу, когда у вас есть менторы, те, кто хотят менторить, да, и есть менти, которые хотят учиться. И это тоже может быть отдельным направлением, и это прямо большое ключевое преимущество, если в компаниях такое есть, как правило. Вот, мне кажется, что все-таки важно иметь людей, которые отвечают за эти вриел, то есть, скорее всего, это выделенный эти вриел, либо сотрудники, которые делят между собой его обязанности. И на самом деле совмещать можно, например, команды, то есть вот посмотреть, да, эти команды HR, вот кому что нравится. Вот кому-то с людьми вообще нравится работать, да, троевого. Вот его там условно посадить, там, заниматься амбассадорским сообществом. Кому-то нравится ивент делать, кому-то что-то еще, в общем, распределить обязанности и просто работать командой, да, просто дополнительно активно спрать. Но это, наверное, тяжело из-за большой рабочей нагрузки. Но все-таки, да, должен быть тот, кто отвечает. Вот, и еще, как просто такой фактор успеха, это если есть регулярные встречи вот амбассадоров, да, вот тех ярких представителей компаний с руководителями, то тогда, скорее всего, в компании будут происходить изменения в лучшую сторону. Потому что представьте себе роль топ-менеджера в большой компании. Он сидит в своем кабинете, общается со своими подчиненными, они там общаются только со своими подчиненными, и вот, ну, нет вот этой связи, да, когда все знают про все вопросы, проблемы, запросы на всех уровнях. А амбассадорцы – это как раз такой сред инициативных, ярких, экспертных людей, кто может прийти и сказать, что вообще-то у нас тут вот в компании корпокультуры такая, а мы бы хотели, чтобы было так их услышать, потому что это голос, это прям голос целого сообщества, и это гораздо круче. И вот это, наверное, пять факторов успеха, благодаря чему амбассадорская программа не потухнет, да, и чай под названием амбассадоры, там, компании X умрет, а оно будет жить, развиваться и привлекать в себя новых участников. Так, собственно, готовы ответить на вопросы, да, вот, по кейсу Sibur Digital, ну, либо другие вопросы. Спасибо вам за реакцию, очень-очень подбадривает. Вот, возможно, с задержкой приходят вопросы, я попробую пойти дальше, но, если что, остановлюсь. Напомню, вот у нас в конце каждого урока проходят рефлексии, да, то есть мы вспоминаем, что мы вообще хотели. Вот как в амбассадорской программе важно поставить цели и проверить, так и здесь. То есть мы сегодня посмотрели план создания амбассадорской программы, да, то есть делай раз, делай два, в принципе, у нас это было. Вы, кстати, на уроке можете прям, ну, обычно у нас студенты делятся, вот, что на уроке им было полезно, что нет, и я вас попрошу еще вопрос запомнить, вот, насколько вам сегодня было полезно занятие, потому что мы регулярно материал улучшаем, мы смотрим, например, если, например, мне кажется, что-то очевидным, и я не рассказываю, но вам это полезно, то, естественно, мы добавляем этот материал, а чего-то я могу не знать, что, ну, то есть у меня может не быть такие компетенции, да, такие вопросы, и мы тогда курс усиливаем, и это регулярная работа, и сейчас мы спускаем уже третий поток, вот мы просто каждый раз что-то перерабатываем, поэтому я вас попрошу заполнить вопрос сейчас, когда мы отрефиксируем, да. Узнали мы еще, как вовлекать сотрудников в движуху. А, вот, Денис скинул, спасибо большое. Узнали, как вовлекать, да, людей через мотивацию, в принципе, но это, знаете, это легко посмотреть на слайде, да, но сложно применять, но это все практика, это навык, и вот вычленять как раз мотивацию человека и ему подбирать аргументы, это, наверное, целая наука, которой мы учимся всю жизнь. Поэтому, в принципе, мы обзор на это посмотрели. Ну, и третье, да, про механизм создания мы тоже коротко поговорили, да, что нужно ядро, ну, лидеры нужны, драйверы нужны и наблюдатели, вот, то есть, примерно, в такой пропорции набираете активистов там определенного склада, да, и таким образом стартуете сообщество. Ну, эта тема очень широкая, реально, я думаю, у нас на курсе, во-первых, будет несколько уроков сообществом посвящено, это, во-первых, а во-вторых, в сети тоже много материалов, если вам эта тема интересна, то тоже прям есть с чьим опытом познакомиться. Вот, ну, и тезисы, ну, это, как всегда, знаете, чтобы у нас, как в конце урока, были какие-то ключевые вещи. Вот, можно прочитать, не буду вас отвлекать тут минутку. Ну, вот, надеюсь, вас это вдохновит, чтобы сделать хотя бы один вот крошечный шаг к тому, чтобы в жизни своих сотрудников, чтобы узнаваемость там бренда вовне, да, и какие-то еще цели, чтобы они хоть чуть-чуть начали исполняться. Я вам желаю большой удачи, вдохновения и драйва от того, что вы делаете. И поверьте, что вот именно амбатодорская программа – это то, что вас будет наполнять бесконечной отдачей и мотивацией. Поэтому прям желаю вам максимально взять себе именно то, что вот именно вам сейчас будет полезно, и попробовать как-то применить. Вот, и желаю, конечно, с нагрузкой справляться, потому что это бывает очень-очень тяжело. Вот. И спасибо, спасибо, спасибо. И здесь вот есть прикольный слайд, который, наверное, Денис прокомментирует. Я хочу попросить наших зрителей Анастасии поставить не оценку, а оценку в целом эфиру, а вот Анастасии написать спасибо в чате, потому что сегодня на протяжении без 15 минут двух часов Анастасия делилась своими знаниями и от себя тоже скажу большое спасибо. Анастасии очень классное раскрытие сегодня получилась тема вместе с нашими зрителями. Действительно получилось очень насыщенно. Спасибо большое. Спасибо большое. Будем рады, если помимо опроса, который я скинул вам в чате, вам получится просто поставить от одного до пяти оценку сюда в чат, тоже будет приятно нам получить любой ответ на обратную связь. Ну и напомню еще раз, вы можете всегда получить бесплатную консультацию по развитию своей IT-команды от эксперта Отус. Это можно сделать в любой момент на сайте или просто в любой момент поставить плюсик в наш гостеприимный чатик. Вы до 9 февраля, пройдя бесплатную консультацию и взяв один образовательный курс, сразу получаете второй бесплатный подарок. Поэтому воспользоваться этим предложением до 9 февраля все активно. Ну, Анастасия, летят в вашу сторону пятерочки. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, в таком случае, я думаю, что мы можем потихонечку подходить к финальной черте и завершать сегодняшний вебинар. Анастасия, я еще раз благодарю вас, благодарю всех наших участников и желаю вам всегда оставаться в бодрости духа, особенно когда речь идет про такой сложный момент, как выбор амбассадоров для своей компании. Тема действительно непростая, и надеюсь, у всех желающих проявить себя в этом направлении все обязательно получится. С вами были Отус, и мы говорим вам большое спасибо. Записи будут разосланы вам на почту, по которому вы регистрировались на этот вебинар. В остальном, наверное, все. Анастасия, если есть что сказать, можем завершать. Да, желаю всем вдохновения в работе. Да, и до новых встреч, надеюсь. Спасибо большое. С тем всего хорошего. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok